Всем привет! Сегодня покажу вам очередную диорамку, которую я замутил на макете. Ну, она как бы изначально была, я ее доработал, в общем, сделал все красиво. Там будет эвакуатор тюнингованный, да, будет старый автомобиль. Ну, в общем, все сами увидите. Но перед началом ролика хочу попросить вас подписаться на канал. Для меня это очень важно. В общем, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну и влепите лайкос за мои старания. В общем, погнали, покажу, что получилось, а потом более детально все разберем. Все, приятного просмотра. Вот так вот это выглядит. Эвакуатор у нас привез старую машину на пункт приема лома, да. Здесь стоит приемщик. Смотрите, он даже регулирует, куда ему ехать. Говорит, вот сюда немножечко поворачивай, да. Здесь стоит машинка. Эта машина у нас типа приехала тоже сдавать чермет. Обычно, знаете, как, если загружает полный багажник чермета, они заезжают на весы, на автовесы, взвешивают. В общем, массу машины все знают, да. Потом вычитают этот вес и все. В общем, кому-то так удобнее. Смотрите, сюда у нас поставилась бочка, которую я приобрел. Недавно снимал обзоры о дополнениях, да. Для чего она здесь стоит? Ну, обычно на таких базах, приемках, да, жгут какие-нибудь провода, да. Здесь, тем более, где-то вот написано, что мы принимаем провода, да. А, БУ-кабель, вот. Ну, его, соответственно, здесь жгут. Выплавляет из него медь, алюминий, да. Ну, оплетку сжигает и все, остается чистым. Там алюминий, медь. В общем-то, вот так вот это выглядит. Мне нравится, в принципе, как получилось. Бытовочка у меня с... Это бумажная модель, кто не знает. Ссылку на нее оставлю в описании. Можете посмотреть. В группе Пеппер Мод в ВК можно такую скачать и тоже сделать. Очень классно смотрится. Там даже внутри ковер есть. Ну, и еще небольшой нюансик, да. Это кузова старых автомобилей. Как вы помните, они были чистенькие. Теперь они вот в таком вот исполнении. В общем, с помощью красок и различных пигментов я их состарил, да. Маленько запылил. В общем, получилось вот так вот. Даже, видите, какие-то старые двери здесь стоят с имитацией ржавчины. В общем-то, как-то так. Мне кажется, так намного интересней. Ну, и еще вам вид вот такой вот сверху. Ну, что ж, а теперь давайте расскажу о тюнинге данного эвакуатора с этой старой Волгой. Первое, что хочу сказать. Эта Волга у меня осталась от эксперимента. Эксперимент я проводил, есть видос на канале. Ну, если что, вот сюда наверх прикреплю. Можете посмотреть. Итак, с ней что было сделано? Соответственно, нанесена везде ржавчина. Ржавчину делал с помощью пигментов и плюс еще с помощью акриловой краски. В общем, получился вот такой вот результат. Меня вполне устраивает. Были спущены колеса у данной Волги. Посмотрите. В общем-то, это теперь выглядит вот так вот. Спущенные колеса я делаю очень просто. Я не заморачиваюсь. Я просто их прижигаю с зажигалкой. И потом прижимаем куда-нибудь. И получается у вас эффект спущенного колеса. В принципе, меня устраивает. Смотрится довольно неплохо. Похоже на старый автомобиль, который приехали сдать в чермет. Ну, бычок просто претерпел. Какие изменения? Это запыление небольшое, зачернение. И, в принципе-то, и все. Нанесена грязь, нанесена пыль. Пыль и грязь у нас нанесена с помощью различных пигментов. Вот такие зиповские я использую. Разные-разные. Вот сирозем, например. Абсолютно разные. Плюс чернитель. Обязательно использую тоже. Смывка черная. Смывку для всяких следов масляных. Видите, здесь как бы похоже уже не новый эвакуатор. А такой уже повидавший кучу-кучу автомобилей. Сделал вот такой трос. Потому что тянут же тросом. Либо закрепляют данный автомобиль тросом. Но крепить не стал, чтобы, во-первых, вам показать все это по отдельности. А во-вторых, для удобства снятия. Да, представляете, если этот трос прикрепить к этой Волге, вообще неудобно будет. В общем, это просто обычная проволока в красном цвете. И все. Похоже на трос? Похоже. Без него было бы намного хуже. Так, задняя часть автомобиля. У нас только лишь появился номер. Тоже грязненький. Ну и, в принципе, это и все. Зачернены колеса были. В общем, такой классический как бы тюнинг. Очень простой, да? Ну и, тем не менее, придающий определенный вид данному автомобилю. При желании, сразу могу сказать, при желании здесь можно все смыть, отмыть и привести в порядок, как и было. Вот такое вот сегодня видео получилось. Если тебе понравилось, то с вас лайкос, с меня видос. Всем, короче, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok